Вы ждёте праздника? Ты прям видишь меня, да? Ну, конечно. Вопрос, почему ты в чат-рулетке сидишь? А за то, что здесь Содом и Гаморра, и туда Господь посылает специально ангелов, чтобы засвидетельствовать, что при Любодеи пьяницы Царствие Божие не наследуют, а ждёт их огонь вечный. И мы возвещаем здесь, вот уже 80-й день, наверное. А ты фанатик, да? Кто? Фанатик. Фанатик на 100%. Я заплатил за это звание тюрьмами. О, как всё плохо. Да, конечно. Вы-то помоложе не знаете, как за это дело преследовали. А если вы зайдёте на наш сайт или в YouTube, вы увидите там всё показано. Как я иду арестован, и как цветы летят. Если человек живёт, не зная Бога, а почему он не знает? И Англатаус говорит так. Ты не считаешь закон Божий. А не считая, ты его не знаешь. А не зная, ты нарушаешь. И всё от того, что ты не считаешь. Какого Бога там? Вот через несколько дней мне будет 80 лет. Да я понял. Вы Богу какому поклоняетесь? Богу? Единому вечному, триединому и единому. Святой Троице. В лице Отца и Сына и Святого Духа. Мы православные. И наша кредо на двух Никео-Цареградских соборах. Веруя во единого Бога Отца. У вас в поколении все русские были? Что поколение? Ну, у вас в поколении все русские были? Все. У нас никаких не было других. А мы в таком месте жили, что ни с кем и не сообщались. Ну, а почему тогда вы православные? А потому что Господь открыл Духом Святым, что кроме православия другой истины полной нету нигде. Ну, так истинные русские, а не язычники. А русские язычники были. Как патриарх Кирилл сказал, полузвери. Что непонятно-то? Что они знали-то? У князя Владимира две тысячи наложниц только было. Пьянь. Ну, и все замечательно было. Ну, что непонятно-то? Зачем бы он искал, какая вера есть? Послал послов. Значит, явное дело, и жило все себя. Ну, и жило. Но истинные... Истина 14.6. 14.6. Евангелие Теана написано. Христос сказал, я есть им путь, истина и жизнь. И другой нету. Неужели истина где-то в язычестве или в другой какой-то религии? Живой Христос, Спаситель Воскресший. Завтра весь мир ликовать будет. Христос воскрес. А верить во что? В дерево? В облака? А это жизнь. Я молюсь ему, и Бог отвечает. Он живой, истинный. Ты видишь облака, ты чувствуешь дождь, ты чувствуешь ветра. Ну, люди-то, язычники-то верят во все стихии, какие есть. Когда первые христиане, они отвечали, Кристос Рагна, стоя на арене. Потому что в римском пантеоне было около 500 божеств разных. Все завоеванные страны имели там свой пантеон. У русских главный Бог – это род. И куда дело все это? Остался один Христос. Все остальное ушло. Все мертвое, выдуманное. Вообще ничего не ушло. Ничего нет. Нигде никаких книг ни от кого нет. А Слово Божие живо и действенно. И Господь бодрствует над ним. А капища языческих знаешь? Ну, а что у них капища-то языческие? Это же не письменность. Вот они, капища языческие. Ну, стояли и стоят на могильной холмы еще. Православные разве там это строили-то? Люди-то не знают Бога. Вот возьмите, вот я возьму Библию. 150 псалмов их считают. 2 миллиарда и 200 миллионов христиан. Если возьмем Ветхий Завет, еще 2 миллиарда мусульман, которые верят и поклоняются. Зачем они взяли? У них Ебрагим, у нас Абраам. Ну, вот видите, сосете эту пакость. Вот дым в мозгах. Вот поэтому сатана и пудрит мозги-то. Зачем вам это нужно-то? В кислороде нет этой заразы. Это уже раб. Не могу бросить. Вы сами себя обманываете же. Сказал бы так. Я не могу, Господи, избавь меня от табака, от наркотиков, от этой заразы. И все. И Бог подает помощь. Надо работать, а не пропагандовать. У вас имя какое? А зачем? У меня Игнатий Лапкин. Город Барново, Латайский край. Ну, еще вот зачем-то. Вы же не ребенок. Имя-то у вас языческое или христианское? Да, а у нас что, есть христианские имена? Игнатий, греческое имя. Мое имя Игнатий. Означает неведомый, неизвестный. В переводе с латинского огненный. Как ваше имя? Ну, вот и все. Если вы Михаил, это означает, что никто, как Бог. Три слова. Михаил. Если Илья вперед, буква Ил выходит, означает Бог моя крепость. Перевод каждого слова есть. Вот Светлана, перевод, это славянское слово. Светлана, светлая. Я тебе говорю, я Антон. А вот Антон, это божество было. Вот, языческое. В честь его названо было. Димитрий, Диметра была богиня. Ну, а христиане первые, которые с этим именем были язычники, и они канонизированы, и поэтому язычество уже никакого отношения не имеет. Имя получено в казни. Вот у меня отец Тихон. Тихон в переводе на русский язык означает «переносящий счастье». Видите? Мария. Говорит, а русское имя Мария. Это еврейское, чистое еврейское имя. У Христа мать была Мария. Переводится «госпожа». Только вопрос, над чем? У меня сына Даниил зовут. А? Сына у меня Даниил зовут. Гавриил? Даниил. Даниил? Надо мне посмотреть, что-то еще не сразу. Даниил. Минутку, подождите, я сейчас гляну. Сейчас, прямо быстро-быстро загляну. Так, это Алпавель, да? А, Б, Б, Г, Д. Что тут не сразу увидишь? Подождите-ка я. Даниил. Вот сейчас мы посмотрим. Даниил. Так, Курищский, Игумен. Исарийский. О, сколько их. А почему-то Столбник и прочее. Да, интересно. Даниил. Ну, это можно в этом посмотреть. Ну, нету. Этот календарь такой. У меня в одном были все имена написаны. Я когда в школах вел занятия, в университетах, там, это на завязку уже, в конце беседы всегда спрашивают, как имена. Так легко людям это запоминается. В каких школах вы занятия вели? А? В каких школах вы вели занятия? Обыкновенные государственные школы. Я 13 школ обслуживал. Занятия вел в них. У вас есть педагогическое образование? Повторите. У вас есть педагогическое образование? Такое, которое гуманитарное нету. Ну, я много лет вел во всех отделах милиции, занятиях, воинских частях. Три радиопрограммы регулярно вел. На всех фабриках и заводах. Вы зайдите на наш сайт. И там документы показаны. Сайт. И канал называется «Во свете Библии». Да вы понимаете, как бы. Я и не против вот этого всего. Но единственное, что отталкивает, вы очень агрессивно ведете пропаганду. Ну, хорошо. Агрессивно пропаганду. Но, смотрите, я иду домой, человек лежит на рельсах пьяный. Я ему говорю, он не слышит. Я беру за ноги, стаскиваю. Поезд проходит. Он лезет драться на меня. Я говорю, я тебя стащил. Ты бы сейчас на куски разнесся. А ты меня не трогай. Я человек. Это моя личность. А я живу прямо около самой дороги, жизни на дороге. Вот так ведут себя безбожники. Агрессивно, то другое. Я говорю о Боге, о жизни и смерти. Думать уже некогда. Жизнь скончается. История мировая подошла к концу. Мы считаем Библию. Ни одна книга. Никакая. Вот я разговариваю здесь. А тут процентов, ну, я не знаю, сколько, но процентов 80 мусульман. А у нас другая книга. Я говорю, вот это. Да. Считай. Коран. Я говорю, считай, что написано. Баран. Просчитать не может. 150 человек перебрал, ни один не может. А у меня книга специальная, у меня 38 томов вышла, посвященная Корану. Я по сурам и аятам разбираю сравнение с Библией. И что о них, какие представители власти, поэты говорили о мусульманстве за 1300 лет. Ну, маленько-то жизнь свою оценить надо. Не просто жить. Пил, ел, блудил и помер. Все это. Жизнь-то хуже собачьей. А когда с Богом ты, тогда тебя и ценят. Мне пришлось... Можно благо людям какое-то производить. Понимаете, вот вы, если вы зашли на сайт, то там сразу первая книга. Не будете, я знаю, я знаю, что не будете. Написано, для слова Божия нет уз. То есть, слово Божие, в русах я проповедую, на него нельзя оковы наложить. И там показано это все. Вот о чем говорим. Как я нахожусь в тюрьме, проповедую, каются грешники, преступники, становятся на истинный путь. Следователь обратился. Я считаю, что это фанатизм. Да. А что такое фанатизм? Объясните слово. Ну, это... Отдача себя целиком и полностью. Ну, так это плохо или хорошо? Это плохо. Ленин в 18-м году, фильм. И когда пришли оба сделать, его не было. А стоит Мария Ильинична, которая охраняет выходы, входы там, солдаты, жандарм. И говорит, а что такое фанатик? Вашего брата называют. Она говорит, отдать все до смерти за свою идею. Ну, да, я говорю, это отдача себя целиком и полностью. Вот это первая заповедь. Возвели Господа Бога твою всем умом, всем сердцем, всей душою твоею. И ближнего, как самого себя. Фанатик – это огненное слово. И мне так и пришлось. Вот как по Евангелию, я уже 56 лет иду. Это стоило мне дорого. Пять тюрем, только позади и лагерь. Теперь, конечно, реабилитирован. Та статья политическая ушла. Так это жизнь настоящая. В жизни что вы сделали хорошего за эти 50 лет? В жизни что? Ну, вот я скажу. Последнее наше мероприятие, я повторяю, себе ничего не приписываю. Господь Бог это. Господь позволил мне издать 38 томов книг. Я решил их подарить библиотеке мира. Мы в Арнауле живем. Мы дошли до Дальнего Востока, порт Находка, Владивосток. Потом забросили 5 тонн литературы границы. Мы прошли до Лиссабона. Прошли Прибалтику, Скандинавию. И везде останавливались, проповедовали. Шесть мусульманских республик. Турция. В доме мулы ночевали. Везде беседы, проповеди на стадионах. Я видел, что... Много по Америке, по Америке ездил, везде проповедовал. Как мне... Сейчас мы с нуля строим православную деревню, единственную на Россию. Пять кащих человек должен засвидетельствовать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Ну так а дальше все? Дальше что? Представьте. Смотрите, давайте все начнем проповедовать. Все начнем жить так, как вы. Кто будет нам производить? Кто будет производить? Вы произведите, сколько я производил. Я технар, я прораб. Я работал, когда запретили работать прорабом, я 40 лет печником работал. Давайте, как все... У меня выработка была первая в тресте. 280-300 процентов. Вы не знаете, с кем разговариваете. Я как раз... Я не гуманитарий. Я практик. Вот конкретно студенты ничего не... Я повторяю. Вот дети беспризорные, говорят Нургалиев, министр внутренних дел. До трех миллионов беспризорных. Продолжение следует... Продолжение следует...